В этом зале вряд ли кому-то надо объяснять, что такое летающий шкаф. Школьники из нескольких городов Нижегородской области, которые представили на конкурс свои авторские произведения, знают, что это вовсе не мебель. В их жизни шкаф занимает более значимое место. Это начало творческого пути. Кто-то сегодня дебютирует, для кого-то выход на сцену Декар Джаникидзе уже традиция, но самое важное все-таки для них не награждение, а сам процесс. Им важно быть услышанными и им важно при этом общаться со взрослыми людьми, причем со взрослыми людьми не родственниками и не учителями. Потому что мама с папой чаще всего говорят, ой, какой ты у нас молодец, а учителя чаще всего говорят, ой, ты у нас поэт, напиши стихотворение к 23 февраля. И очень мало кто действительно конструктивно критикует начинающего поэта и помогает ему осознать свои ошибки и расти как поэт, и, соответственно, писать лучше. В этом году к привычным литературным песенным номинациям добавили робота и видеотворчество. Оценка профессионального жюри помогает не только критично оценить свой уровень, но и выйти на новую ступень. А потому из года в год участники шкафа растут. Лауреаты становятся победителями в своей номинации и даже обладателями гран-при. Но есть и такие, кто берет высший пресс-шкафа с первого раза. Седунова Елена приехала жить в Нижний Извык со всего полгода назад. И этот первый шкаф стал для нее победным. Я, когда на сцене, либо читаю стихи, либо играю и пою, я полностью отдаюсь. Я получаю наслаждение. Это для меня, ну, пожалуй, самое любимое вообще занятие в моей жизни. Я хотела бы связать вообще музыку с музыкой и жизнь свою. Поэтому признание не так уж важно. Именно за это участники и ценят конкурс. За возможность высказаться и быть услышанным. Конечно, гран-при может получить только один. Но, что замечательно, в шкафе призов всегда много. Спецприз в номинации «Публицистика» вручил заместитель генерального директора телекомпании ННТВ, депутат городской думы Дмитрий Анисимов. Я хочу сказать огромные слова благодарности тем, кто 25 лет назад заварил эту кашу. Мне кажется, с каждым годом оно становится все вкуснее. Я очень надеюсь, что мы будем ее раскребывать очень долго и долго. Среди выпускников шкафы, нижегородские поэты, музыканты, журналисты. И каждый год они приходят сюда со словами благодарности. За 25 лет многое изменилось. Но в марте каждый год вместе с весной начинается школьный конкурс авторских произведений. Будем мы существовать дальше, будем жить, потому что все хотят этого. И каждую весну в школу идут звонки. А будет ли шкаф? Конечно, будет. Ему сегодня 25, и дальше мы будем жить. Анастасия Рябова, Екатерина Руджева, Алексей Завулов. Объективно, ННТВ.